В деревне Марусино продолжают возводить пристройку к 59-й школе. Работы на будущем объекте образования ведут круглосуточно. В таком же режиме контроль за процессом строительства. До сдачи здания в эксплуатацию осталось не так много времени. Успеют ли справиться со своей задачей строители, выясняла наша съемочная группа. Первоочередная задача – справиться с благоустройством территории в кратчайшие строки, пока позволяет погода. Работы на улице строители выполнили на 70%, а в остальные 30% завершат в течение двух недель. На данный момент производятся работы по асфальтированию, укладке плитки, сооружением малых архитектурных форм и, соответственно, единым покрытием. Что касается работ на самом здании и внутри него, то фасад и кровля готовы на 95%. Инженерные сети провели в полном объеме. На следующей неделе в пристройке уже подключат отопление и приступят к финишным отделочным работам. Все работы, которые связаны с отделкой, они требуют внимания, требуют времени. Потому что когда строишь школу то ли из кирпича, то ли бетон, это все быстро возводится. А внутренняя работа, внутренняя отделка, они всегда и затратные, и по времени долгие. В течение месяца тоже мы отделку должны завершить. В целом новый корпус 59-й школы готов на 90%. Строители должны сдать объект в декабре этого года. Для того, чтобы справиться с задачей, они работают без выходных. Пристройка на 400 мест крайне востребована. Она полностью избавит местных школьников от второй смены.